На свежей нефтяной скважине нефть бьет из-под земли фонтаном за счет давления верхних пластов породы. Потом фонтан иссякает, и нефть откачивают с помощью насоса. Но и после этого в нефтеносном пласте остается еще очень много нефти. Тогда в пласт с его краев начинают нагнетать под давлением воду, чтобы она выжила нефть наружу. К сожалению, и этот способ не позволяет выкачать из пласта всю нефть, потому что вода прорывается сквозь нефть напрямую к эксплуатационной скважине. Чтобы посмотреть на этот эффект в действии, возьмем слой толстого стекла, по его углам положим тонкие прокладки, и на них установим второй слой стекла, чтобы между слоями образовался тонкий промежуток. В верхнем стекле по центру сделано небольшое отверстие. Такое устройство называется радиальной ячейкой хеле-шоу. Через центральное отверстие закачаем между стеклами подсолнечное масло. Оно будет изображать нефть. А теперь в это же отверстие будем закачивать под давлением подкрашенную воду. И вот, вместо того, чтобы выжимать масло равномерно во все стороны, вода начинает прорываться сквозь масло, образуя характерные пальцы. Давайте разберемся, почему так получается. Течение масла в тонком зазоре является вязким. Чтобы масло текло через зазор, нужна разность давлений, которая уравновешивает силу вязкого сопротивления стенок. Скорость течения пропорциональна градиенту давления. Это соотношение называется законом Дарси. В ячейке хеле-шоу масло выталкивается наружу дополнительным давлением, которое создает вода. Допустим, что сначала граница между маслом и водой проходила по окружности, но потом на ней случайно возник небольшой выступ, и вода в этом месте ушла чуть вперед. Напротив этого места радиальная толщина масла уменьшилась. Это означает, что тот же перепад давления теперь происходит в масле на меньшей дистанции. Градиент давления в этой области вырос. Значит, выросла и скорость течения, и фронт в этом месте начал продвигаться вперед еще быстрее. В результате водяной язык пробивается сквозь масло. Однако эти языки не могут быть слишком острыми. Этому препятствует поверхностное натяжение на границе масла и воды. Интересно, что получится, если поверхностного натяжения не будет? Заменим масло глицерином. Глицерин смешивается с водой, а значит поверхностное натяжение между этими двумя жидкостями отсутствует. Повторим опыт. Посмотрите, какая красивая звездочка получилась у нас в этот раз. На пальцах первого порядка вырастают боковые отростки. Они сами делятся на части, и такой звездчатый фронт распространяется во все стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова